Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Ситуация с вашей мамой ясна. Ситуация с вашей мамой понятна. Человек заболел. Вот, человек оказался беспомощен, вот, и человек не верит в собственное выздоровление. Здесь очень важна направленность, очень важна направленность на внешний мир. То есть, я имею ввиду, здесь очень важно, чтобы человек, человеку было что-то интересное, чтобы человек хотел чем-то увлечься, чтобы человек чем-то увлекался. Вот, может быть, это какие-то его интересы, собственные. Может быть, это ответственность. Иногда помогает очень хорошо. Ответственность за кого-то, ну, за, там, другого человека, может быть, за питомца, вот. То есть, тут, конечно, разные моменты бывают, и это важно понимать. Да, то есть, вот, ну, разные аспекты. Но важно то, что только вот, ага, ну, только вот, важно, что только этот, ага, значит, может помочь. Вот, вот, такая вот история. А, в остальном же, разговоры будут только мешать. Вот, в остальном разговоры будут в какой-то степени только человека подавлять. Вот, и, соответственно, деморализовывать. Поэтому, на мой взгляд, вы делаете в какой-то степени только хуже и хуже, когда, ну, пытаетесь разговаривать, пытаетесь говорить, что нужно, да, брать свои руки, брать себя в руки и так далее. То есть, опять же, да, человеку очень важно проживать то, что он чувствует. Человеку очень важно именно эмоционально проходить через то, что он ощущает там. Вот, и человеку очень важно перерабатывать свое переживание. Ну, во что-то другое, во что-то более такое, может быть, конструктивно для него, для него, да, для самого человека. Вот, примерно в таком ключе я бы мог ответить на ваш вопрос. Сделаем ваши способы помощи, конечно, в какой-то мире ограничены, потому что это ваша мама и она, как ни странно, другой человек, но, как это ни странно. Я самостоятельный человек, вот, и если она сама чего-то не хочет, например, то вряд ли можно, вряд ли можно его оставить, значит, что-то делать. Поэтому, тоже здесь вот не нужно давить, не нужно как-то вот настаивать. И, соответственно, лучше, наоборот, обратить внимание в сторону, в сторону того, что я вам сказал. Опять же, вот, если вы вспомните, если вы можете вспомнить, что вашей маме интересно, если вы можете вспомнить, что вашей маме вообще может быть интересно, да, что ее интересовало, то это будет здорово. С другой стороны, с другой стороны, чрезмерная опека, чрезмерная забота, также отвечает человеку от ответственности за себя. создает впечатление, что, ну, что не всегда рядом кто-то есть, и это развивает пассивность, по большому счёту. Что тоже, как вы понимаете, не есть хорошо. Поэтому, вместе с тем, очень важно вашему маму оставлять наедине с собой, чтобы она имела возможность, ну, в какой-то степени, да, самостоятельно разбираться. С тем, что с ней происходит, чтобы она понимала, что свободна, чтобы она понимала, что... Чтобы она именно чувствовала, а не понимала, да, что от неё, ну, вот, созевисит. И, соответственно, тогда будет реальный шанс на то, что её состояние улучшится настолько, чтобы она смогла чем-то заниматься. Ну, и последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, то, что вы говорите по поводу знаний, что, ну, что человек будет здоров. На мой взгляд, это не совсем корректно, потому что далеко не всегда знания даёт, как бы, ну, гарантию выздравления. То есть, вы здесь, эээ, слишком, на мой взгляд, много придаёт значения именно. Идея. О том, что, что вам знать, эээ, что ты выздоровеешь, эээ, поможет. Ээээ, это фигествие, это самоубеждение и, иногда, это полезно, но, эээ, в общем-то, чрезмерно плагаться на это, как и на любой другой, на любой другой аспект, эээ, ну, в какой-то степени является, эээ, негативным моментом. Потому что создаёт однобокую картину мир. Вот. Поэтому я думаю, что тут вы немножечко, эээ, ну, удараетесь в какие-то вот крайности, эээ, на мой взгляд, ненужные, да. И, эээ, если же, к примеру, ваша мама, человек, сомневающийся, а вы ей говорите, что ты, 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 ты должна быть уверенная, то это звучит, ну, ну, ни много ни мало, как насмешка. То есть человек, может быть, и рад бы, да, но не может, в силу того, что вот такой вот склад ума, например, и с этим ничего не поделать. Поэтому тут тоже, эээ, крайне желательно, чтобы те требования, например, которые, которые вы выдвигаете к человеку, своими, своими близкими, своей маме, чтобы эти требования были адекватны. Потому что, если эти требования не адекватны, то толку от того, что вы их определяете, кроме какой-то такой деморализующей истории, ну, наверное, наверное, больше никакого эффекта нет. Вот, имейте, пожалуйста, этот момент в виду. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.